всем привет сегодняшнее видео будем монтировать инсталляцию фирмы сенсея доселе я всегда показывал рассказывал как монтируется инсталляция фирмы гроя гибрид а сегодня у нас такая вот сенсея довольно таки простенькая инсталляция летая рама бачок литров на 6 кнопки механический механическое общем нажатия подключение стандартная слив здесь 50 труба здесь 90 труба на канализацию уходит так но все в принципе стандартно единственный момент то что здесь у нас вот такие вот шпильки сразу крепится к раме тут резьба м10 байки и со стороны тоже самое бачок такой довольно объемный подключение можно производить с этой стороны и с этой стороны будем подключаться с этой стороны потому что у нас здесь будет генический душ в общем все трубы будут с этой стороны поэтому подключать будем оттуда снимаем защитную рамку и получается что у нас здесь внутри вот у нас здесь заливной клапан и вот здесь у нас внизу сливной клапан синий красный это значит большой и маленький слив внутри все у нас сделано из пластика полноценный корпус тоже литой и никаких дополнительных новшеств здесь нет в общем что я хочу сказать многие из вас заморачиваются в выборе инсталляции в этом не нужно заморачиваться это все довольно таки обычно все внутри они практически одинаково единственный срок службы любого механизма имеется свой продлить его все равно не сможете заменить его можно вот через это вот отверстие все можно вытащить поменять поставить новый поэтому не стоит заморачиваться в выборе самой инсталляции унитаз вы можете его подобрать под свое хотение квадратный круглый черный белый мраморный золотой как вы хотите унитаз а вот инсталляция вы можете взять любую они практически все одинаковые единственные у всех монтаж разной но по сути после того как вы закроете плиткой установите кнопку мы даже знать не будет что там внутри ну да еще посмотрите по кнопочке если он кнопочка нравится устраивает то можете взять инсталляцию уже относительно кнопки но сейчас я в общем начну сборку труб паять подбирать собирать ну и покажу немножко вот этот гигиенический душ который здесь будет находиться и и Продолжение следует... Специально для тех, кто не знает, как монтировать инсталляцию, здесь у него размеры, вот так вот покажу, по которым можно определить, где какие отверстия есть. Все написано, подходит для всех типов подвесных унитазов, устойчивость к гидравлическим ударам, отсутствует потеря воды репрессмылах, экономит смыв, ну в общем, все, стандартный набор инсталляции. Есть сливной и заливной патрубок, вот так выглядит комплект подключения, шланг, монтажный комплект, кранчик, ну и такая вот рамка, которая монтируется для кнопки. Резьба на шланге с обоих сторон 3 восьмые, кран 1 2 и 3 восьмых дюйма, монтажный тоже с двух сторон 1 2 дюйма. С одной стороны будем закручивать кран, с другой стороны будет закручиваться комбинашка, неразборная, летая, потому что мы не будем больше иметь доступа к этому соединению. Ну и по классической схеме, если мы не видим наше соединение, то лучше подматывать сантехнический лен и сантехническую пасту. С внутренней стороны мы можем использовать сантехническую нюч, потому что видеть мы ее будем. Ну это в случае, если замена крану нужна будет, поэтому прям просто кран соединения. Итак, я в общем завершил монтаж инсталляции, установил кран, подключил шланг, запитал всю систему. Так, здесь даже установил гигиенический душ, потому что без него нам не получится запустить все трубы, в общем, ввязал. Соединение, как я уже сказал, только на герметичной жесткой подводке, без шлангов, без американок, все только вот таким вот образом. Соединить то же самое здесь. Соорудил импровизированную площадку для монтажа гигиенического душа, ну иначе не получилось бы. Ну, возможно, есть другие варианты, но скалхозил из того, что было. И теперь, после завершения... Кстати, канализацию тоже подключил. Это бывает порой и так, что и доработаем, работаем, раз и забыли. Ну, а здесь вот я все сделал правильно. Подключено. Так, пачок наполнился. Вода есть. Теперь производим смысл. Мощно. Ну, в общем, все работает, да. Здесь вот немножко забрызгал. Вот так нормально. И теперь, после завершения монтажа и инсталляции, можно уже приступить к зашивке. Но это я сделаю завтра. Сегодня я отключу воду. И уже на завтрашний день я проверю герметичность всех соединений. Если нигде ни одна каплеюшечка не появилась, следовательно, все у нас хорошо. И можно уже зашивать все это на ухо, потом уже плитка, облицовка, затирка. Ну, в общем, доведение санузла в тот вид, который он должен иметь после ремонта. В общем, как-то так. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока. До свидания.